Павел Николаевич Косов, генеральный директор Росагролизинга. Павел Николаевич, что покупается в Сибирском федеральном округе? Какие контракты заключаете? Как Алтайский край выглядит на фоне других регионов по технике, по приобретению техники? Слушайте, ну, наверное, начнем с последнего. Алтайский край у нас в лидерах по закупке техники. Если к цифрам переходить, то в прошлом году мы поставили сюда техники на миллиард сто пятьдесят миллионов. В этом году за неполное полгода мы уже в разной стадии поставки техники на девятьсот миллионов. То есть вот рост такой значительный, существенный и большой. С точки зрения номенклатуры, ну, не сильно отличается от средней картинки по больнице, по стране. Примерно сорок процентов, сорок пять процентов самоходная техника, тракторы, комбайны. Все остальное прицепное и навесное, которое просто необходимо в разные сезоны для проведения разных видов работы. А как русская техника с импортной конкурирует? Конкурентоспособна ли, судя по тому, что вы реализуете, и как идет реализация? Ну, хочется отметить и на самом деле поблагодарить наших машиностроителей, потому что год к году техника становится лучше, ее становится больше. По ней приходит меньше нареканий, по ней приходит меньше рекламаций. Мы, в принципе, как институт поддержки агропромышленного комплекса, безусловно, еще параллельно выполняем функцию крупнейшего покупателя, коим мы и являемся у наших машиностроителей. То есть больше нас на сегодняшний момент техники не закупает никто, в этом году объем закупки составит порядка 43 миллиардов рублей. И это в основном производство отечественных машиностроительных заводов. В этом у нас, собственно, принцип использования наших денег. Есть, конечно, исключения, то есть если техника на территории Российской Федерации никем не производится, то мы можем на льготных же условиях привозить и передавать в лизинг на льготных условиях импорт. А с точки зрения качества и конкурентности абсолютно соответствуют, даже зачастую лучше. Ну вот здесь вот Ростельмаш находится. Да, да. Сложно на самом деле конкурировать и уже импортным аналогом, нам так кажется. А наши алтайские машиностроители, они работают с вами как с покупателем? Здесь вижу даже замечательные лица местных алтайских машиностроителей, которые являются нашими поставщиками. Вот Велес вижу. Девушки видим, да. Да, да, да. Прекрасная девушка, да. Есть и завод Алмаз, который производит технику для почвообработки. Да, мы со всеми работаем. У нас более 300 заводов, более 340 заводов, которые производят сельхозтехнику, являются нашими партнерами. А номенклатура техники 16 тысяч единиц. Павел Николаевич, вот у нас была на конференции сессия по цифровизации АПК, и мы говорили о том, что высокотехнологичная техника приходит, умная техника, умные вещи начинается, экономика умных вещей. А вот для агропредпринимателей есть ли специальные программы, побуждающие их использовать эту технику? Такой вопрос непростой, но... Ну, специальных программ на сегодняшний момент, насколько я понимаю, нет. Мы у себя ввели такой, ну, так называемый новый продукт. Мы ввели инновационную техника в качестве... Ну, и мы можем ее предоставлять на льготных условиях. Что туда входит? Туда входит история, связанная с метеорологическими станциями. Туда входит история, связанная с дронами, которые так или иначе вносят там какую-то либо химию, либо что-то на почву. Ну, то есть туда входит, например, техника по беспилотному пилотированию комбайнов и тракторов. То есть вот там тоже много всего. Мы этим уже занимаемся. И сегодня, кстати, обсудили с одним из крупных IT-интеграторов. Он здесь представлен тоже на выставке. Историю, связанную с тем, что хотят сделать пилот в Алтайском крае по распространению именно техники для... Ну, метеорологической техники. Метеостанции. Мы говорили об этом, да. Да, метеостанции вместе с софтом, который, соответственно, эту информацию подкачивает и выдает определенную аналитику. Вот. Тема интересная. Я думаю, мы поучаствуем в этом.